Спасибо, коллеги. Рад очень вас видеть впервые в Калининграде. Спасибо компании LeCard, что пригласили нас на первое мероприятие. Будем надеяться не последнее, будем постоянно участвовать вместе. На самом деле, тема мониторинга, которую мы начинаем сейчас поднимать в этом блоке, она вроде как является конкурирующей с компанией LeCard. На самом деле, мы всегда партнеримся, мы хорошо общаемся с Антоном, с Николаем. Всегда делимся опытом, перенимаем их опыт, делимся своим. И, кстати, сегодня мы расскажем некоторые вещи, которые мы еще нигде не показывали. Решили как раз показать на LeCard конгрессе впервые. Соответственно, получить и отзывы, и от коллег, и от партнеров, и, возможно, какие-то новые задумки, которые вы поможете нам в реализации, то есть по именно текущим проблемам, по текущим задачам. Тема сегодня у меня контроль качества восприятия системы распределенного мониторинга. То есть я не стану рассказывать про продукт в большей степени. Там будет немножко отсылка на наш текущий продукт, в котором мы это все реализовываем. Больше по тематике, больше по технике. Один слайдик я оставил про компанию, чтобы вы понимали, что компания более 30 лет. Компания не только занимается софтовыми решениями. У нас есть, как уже говорили, есть платы, есть преобразователи сигналов различные, есть устройства железные анализаторы, много заказчиков из разных стран, 4 филиала. И вернемся к основной теме. Здесь не будем рассказывать про наши решения по плей-аутам, по средствам дистрибьюции. Вы можете все ознакомиться на сайте и узнать из других презентаций, которые мы часто проводим с партнерами. По решениям мониторинга у нас есть достаточно старые продукты, известные. Это мультискрин как система инструментального и визуального контроля. Это самая наша первая система. Система мультирек контрольной записи. Есть анализаторы компактные, анализаторы по транспортным потокам, анализаторы для FM вещания. И все эти кирпичики мы постепенно наращивали и в конце стали объединять в одну полноценную систему для более детального и более комплексного подхода отображения информации до качества. Что можно сказать про мониторинг? В принципе, потребности мониторинга, как у наших клиентов, у всех у вас, они в принципе у всех одинаковые. У вас есть часть, основанная на создании контента. В самом начале у нас идут плей-аут или какие-то инжестирования, лайф-трансляции. То, что поступает, то, что начинает движение дальше. Есть большой компонент дистрибьюции, где происходит обработка, транскодирование, передача в среды. И есть часть, которая является финальной, когда клиент уже получает свою услугу как готовую для приема. И в каждой из этих частей, естественно, нельзя промерять все параметры постоянно. То есть мы можем всегда сегментировать и комплексно сложить все параметры приемов, все параметры качества восприятия, которые у нас задуманы, и которые потом как реализованы в конце, в одну какую-то большую комплексную услугу. И вот наша система мультипроп, которую мы сейчас активно развиваем, она и нацелена на то, чтобы объединить и вовремя распределить то, за что отвечает, где на что влияет, и показать как можно быстрее, где происходит деградация. Говоря о качестве, я во всех источниках, во многих источниках, вижу большую путаницу, что такое КОС, что такое КОЭ. Все по-разному понимают, кто-то понимает КОЭ и IP, сравнивают его с теми, кто говорит о КОСе, основанном на каких-то спецификациях. Если коротко, КОС — это всегда договор, на самом деле. То есть когда мы договариваемся на берегу, каким образом нам нужно отдать, чтобы вы нормально приняли. То есть у нас есть спецификации, регламенты, есть TR-101-290, RFC-445, где четко прописано, чтобы любое устройство приняло сигнал, мы должны его сделать именно таким, по такой спецификации, по такой-то рекомендации. И есть вторая часть — это Quality of Experience, качество восприятия. Если, как я тут уже разделил, то можно сравнить, за КОСом выставить регламент, договор, а за КОЭ можно спрятать человека. То есть можно посадить людей, они сразу вам скажут, вот это черный экран, вот это фриз, вот это тихо, вот это переход громкости слишком большой. Здесь очень много макроблокинга. Соответственно, естественно, уровень людей, которые это могут представить, он абсолютно разный. Но инструментальные характеристики, которые удается вывести и нам, и Лекарду, и многим компаниям, которые занимаются мониторингом, они основаны на самом деле все равно на качестве восприятия, на каких-то изначальных фокус-группах, на подстройках вот этих процентов, допустим, блочности, приемлемо-неприемлемо, как мы считаем. То есть все равно качество восприятия, оно и называется. Почему качество восприятия, Quality of Experience? Потому что оно основано все равно глубинно на подходе более приближенному к человеку. По визуальному контролю точно так же. Когда видим какую-то проблему, мы сразу начинаем обращаться к первоисточнику. То есть у нас создаются мониторинговые центры, там, где у нас есть плей-ауты, головные станции, есть какие-то контрольные точки, допустим, приемы уже ближе к пользователю, там, где ставятся мультискрины. Естественно, на промежуточных вещах эти визуальные эффекты не требуются в постоянном объеме. Можно, когда есть какая-то необходимая проверить качественное восприятие, можно с помощью нашей системы, с помощью Ликарда, с помощью многих других систем. Можно также взять таймстемпты, закодировать сигнал, получить готовую мозаику, сделать визуализацию какую-то по запросу. Ну, естественно, когда у нас объем более уже 40 каналов, то есть такие вещи, как большие мультиэкранники, они уже становятся неактуальными. Хочется уже какого-то раунд-робина, хочется, чтобы, грубо говоря, при пеналти-скрин, когда какая-то есть проблема, чтобы она автоматически появлялась. И про восприятие контента. Я тут изобразил такой рисунок. Есть, наверное, три уровня экспертизы сейчас. И на самом деле за последнее время эта экспертиза все больше и больше растет. То есть если раньше были пользователи более невостребованные, они реагировали на замерзание, то есть черный экран, пропадание полное, то есть муравьи побежали, играют в футбол по экрану. Это один уровень экспертизы, когда зритель обращает на первостепенные деградации, которые сильно влияют на картинку. Есть уровни второй экспертизы, когда уже люди замечают, что на канале слишком громкость превышена по сравнению с остальными каналами. Он уже начинает придираться к этому, начинают писать какие-то жалобы различные инстанции. Есть люди, которые видят артефакты компрессии. Они видят, что у них, допустим, есть ТТ-контент. Они смотрят это по телефону. Качество приема хорошее. А почему у меня на самом качественном приеме я вижу какие-то макроблоки? То есть очевидно, пользователь уже знает, понимает, что я плачу за широкий канал связи. У меня там 4G, 5G, LTE. Я рассчитываю получить нормальное качество еще и по блютузу его куда-нибудь затранслировать. Ой, не по блютузу, а по, допустим, по какому-нибудь хромкасту транслировать на экран в 4К. И появляется третий уровень критиков, которые смотрят восприятие контента. Они уже цепляются, естественно, к информационному содержанию. То есть одно дело, когда мы можем контролировать то, что сами вещаем, а другое дело, когда мы осуществляем дистрибьюцию и не понимаем на самом деле, что действительно показывает контрагент, с которым мы заключили договор. И появляются, естественно, жалобы, что мы увидели что-то не то, что хотели. То есть на детском канале мы увидели какие-то сюжеты 18+, и, соответственно, эти жалобы идут, а дистрибьютор начинает рыться в полицейских записях, проверять и уже обратным числом какие-то претензии предъявлять. В системе мультипроб мы соединили все эти три части по качеству восприятия, на самом деле. То есть мы осуществляем контроль как начальный, на плейаутах, на головных станциях, как со стороны клиентов, на сиден-узлах, на различных точках дистрибьюции, уже конкретных региональных. И последняя часть у нас тоже появилась. Она сейчас у нас в таком бета-тестировании. У нас уже есть первые MVP, которые уже просматривают информационный контент и могут вам стриггерить определенные события. Но об этом чуть позже. Как это получается? Как мы удобно представляем на самом деле все эти точки? То есть у нас в системе есть абсолютно незакрепленные ташборды. И есть возможность системному администратору, администратору системы сделать представление по каждой, допустим, точке мониторинга, чтобы служба, инженеры системные, они могли увидеть то, что они контролируют действительность. Ну, допустим, мы знаем, что есть пэкэджер. Давайте смотреть только вещи, касающиеся пакетирования. У нас есть транскодирование. Мы там не смотрим, нам не нужно смотреть ТР-101-290. Мы там смотрим только, у нас выложены графики, допустим, макроблочность, допустим, black screen frozen video до, black screen frozen video после, и, возможно, какой-то плеер. То есть это все настраиваемая история, которую настраивают клиенты по мониторингу. При этом вся информация, у каждого она своя получается, сегментирована, но она вся хранится в одной системе, что представляет большой плюс, как понимание целостности услуги. Ну, по форматам не буду, тут все, на самом деле, форматы перечислены буквально. Я старался, чтобы все поместилось. И это можно посмотреть в наших спецификациях, в дата-шитах, то есть там все некомпрессированные, некомпрессированные сигналы, которые мы привыкли использовать на разных участках. Вот, да, как я уже говорил, пример еще раз оперативного контроля, который может быть на какой-то точке. Все это благодаря нашим виджетам. То есть мы постоянно делаем виджеты под клиентов. То есть вот эта история, да, то есть мы сделали виджет медиа-инфо, мы сделали виджет, допустим, распределения битрейтов. У нас есть виджет, который называется барчарт. Здесь он не попал, он в новом релизе, который выйдет в конце мая. Там сделано так, как привыкли это видеть, допустим, в том же самом Ликарде Бора или там в том же самом Тектрониксе. То есть когда у нас есть столбики, когда две величины сравниваются на одной плоскости, допустим, Continuity Count и MLRDF. Мы там смотрим пропадание IP-пакета, смотрим, как это повлияло на транспортный поток в целом. Есть всякие римские свечи, есть просто счетчик ошибок, допустим, TR-1190. То есть инструменты, которые мы постоянно добавляем, они как раз сказываются на том, как именно хочет это использовать клиент. Визуализация. То есть что у нас для Quality of Experience очень важно. То есть у нас в системе присутствует по-прежнему, как и в старых наших продуктах мультискрин, непрерывная подача с низкой задержкой, формирование мозаик прямо у вас на дисплеях. То есть если есть мониторинговый центр, можно без всякого веб-интерфейса формировать эту мозаику и одновременно смотреть ее еще и удаленно. То есть это очень помогает тем, кто присутствует в каких-то, допустим, точках дистрибьюции. Допустим, вот здесь клиент из Узбекистана, у них запущен проект DBT, у них есть дежурная смена, но при этом они могут все это посмотреть на эту же мозаику, закодированную прямо в интерфейсе. При этом еще у них будут все статусы, все метрики, то есть вот в таком удобном виде. Ну вот и крупный клиент, у него вот один мониторчик, это дашборды, один мониторчик, то есть полноценная видеопанель, она с низкой задержкой показывает мозаику. Ну вот еще примеры, то есть они на самом деле разнообразные. Экономный режим удаленного мониторинга, когда мы можем смотреть только таймстемпты, когда мы можем видеть таймлайны покадровые, то есть это когда у нас мало на самом деле битрейта до точки, где осуществляется мониторинг. Ну вот здесь всегда компромисс на самом деле, нужно выстроить правильно компромисс. То есть мы понимаем прекрасно, что на всех точках мониторинга нельзя ставить одно и то же ПО. Поэтому у нас система мультипропа и запланирована так, что у нас система поднимает только те сервисы, которые необходимы именно в конкретной точке. Нужно здесь смотреть, грубо говоря, вот здесь, допустим, качество картинки, если у нас там, допустим, только идет пакетирование. То есть мы просто разрезаем. То есть мы заранее посмотрели, мы уже не тратим ни ресурсы, ни лицензии, как это уже считается после, на дополнительную обработку. И все это достигается благодаря тому, что мы можем все эти кусочки грамотно соединить. То есть у нас есть такое понятие виртуального сервиса, которое мы все время показываем, которое позволяет вот здесь соединить и распределить ошибку, которая дойдет, в конце концов, до пользователя. То есть на этих участках, допустим, здесь не меряется, допустим, КОС, здесь меряется только КОЯ. А КОС померялся вот здесь, и он передал эту ошибку вперед. То есть нет необходимости в каждой точке мониторинга, как географической, так и просто структурной, промерять одни и те же ошибки. Они все равно сольются, благодаря этому механизму корреляции, который мы сделали в нашей системе. Ну вот примеры, какие есть системы, то есть как у оператора, как и у дистрибьютора. Ну и, соответственно, последнее, то, что я хотел рассказать, это вот наши новинки, которые мы сейчас делаем в продолжении темы. Мониторинг на самом деле предназначен для того, чтобы уберечь вас от деградации, деградации качества, которую вы представляете клиентам. Соответственно, деградация качества потом коррелируется с количеством абонентов, с оттоком, с черным так называемым. Поэтому для увеличения производительности мы стали добавлять новые фишки, которые позволят еще более повысить качественную услугу. Это первое. Это мы сделали мониторинг и управление устройствами. То есть мы добавили. То есть у нас появилось, многие, наверное, из вас знают, что у нас были MVP-проекты. Сейчас у нас полноценная команда занимается этой историей. То есть мы предлагаем оперативно смотреть за вашим оборудованием, которое вещает, и возможностью провалиться и устранить какие-то, внести какие-то настройки прямо из интерфейса нашей системы. То есть система мониторит, еще есть возможность зайти в настройки и поправить оборудование. То есть мы сейчас интегрируем с несколькими вендорами и постоянно новые проекты добавляют вот эти интеграции вперед. Вторая часть связана с развитием нашего направления искусственного интеллекта. Как я уже говорил, есть у нас особый уровень новых зрителей, которые уже оценивают информационную составляющую. У нас есть так называемое ядро искусственного интеллекта, в которое мы внедряем наши продукты. И первое из этих ядер – это транскрибирование. Это, как вы знаете, используется часто для субтитрования. То есть когда мы вычленяем из контента текст, понимаем его суть, и дальше уже делаем какие-то вещи. Либо делаем файл для субтитров. Но в данном случае наша система мониторинга – это очередной триггер, который можно показать. То есть мы можем завести радиоканалы, телеканалы, завести слова, какие он будет искать. Соответственно, система будет поднимать тревожное событие, что оно появилось в эфире. И, соответственно, дальше это уже дело техники, кто за что отвечает. Либо у нас система есть API, можно соединить устройство, допустим, с плейаутом каким-то на проход, и оно будет заменять этот контент, который пошел неприемлемо для данного содержима. Это актуально, конечно, когда вы не контролируете в основном дистрибуцию. То есть вы не являетесь самим источником, вы не знаете, что показывает дистрибьютор, но вы хотите немножко проконтролировать это, и чтобы потом на вас санкции не наложились, вовремя заметить, отключить. И вторая тема – это тегирование. То есть в нашей системе есть ядро, которое позволяет протегировать видеоконтент. То есть у нас есть сейчас маленькая часть, то есть определенные вещи, но мы постоянно их расширяем. То есть это как лица, так и персонажи. То есть если необходимо заметить, допустим, какое-то лицо, и начать потом запись, или, допустим, наоборот, отметить, что стали показывать на других каналах какие-то сюжеты или персонажи, как-то это заметить, как-то проинформировать, послать по электронной почте в Telegram. То есть это уже мониторинг, получается, информационной составляющей системы. Это тот же модуль, те же самые алармы, нецелевой, допустим, контент, который вы видите там на канале, то есть который необходимо там заметить и вовремя внести изменения. Допустим, когда вы транслируете какой-нибудь картон-нетворк, и там как-то кто-то переключил где-то на участке на каналы 18+. Соответственно, по сюжетам сразу система задетектирует, что изменила сюжетная линия. То есть мультфильмы перестали, появились другие истории. И третий модуль, который у нас есть, и он сейчас есть в полноценном продукте Wattbrush, может быть, кто-нибудь видел на CSTB, на текст, по-моему, показывали. Модуль, который смотрит на экране различные логотипы, то есть он контролирует видеоизображение. То есть при появлении какого-то баннера мы сразу можем затриггерить это и в случае Wattbrush еще и замылить. То есть у нас есть блюр на этом. Вот, кстати, Wattbrush. Соответственно, в этом направлении сейчас мы глубоко развиваемся, потому что Quality of Experience у нас уже большой, и это не только стандартные нарушения картинки. Ну, как вы понимаете, система с таким набором может участвовать в любой задаче, которая у вас есть, как от формирования, так и до дистрибьюции и проверки полностью на информационное содержание. Спасибо. Продолжение следует...